Мои коллеги, разрешите от Вашего имени поблагодарить Владимира Владимировича за... Есть ещё один наш коллега. Они не закончатся, коллеги. Коллеги закончатся. Коллеги не закончатся, это очень хорошо. Но дискуссию мы должны... А если обязательное членство будет в объединениях работодателей, то наша армия будет многократно больше. Ладно, Саша. Пожалуйста, пожалуйста. Владимир Владимирович, добрый день. Я не про сточные воды, я совсем про другое. Я вот, знаете, хотел сказать, я с оборонно-промышленного комплекса, да, на Уралогонзаводе работаю. И, ну, сейчас перешёл уже в совет директоров концерна, да, и я хотел бы сказать про надёжность людей, да. Одна из важнейших характеристик надёжности – это умение выполнять, умение держать своё слово. Вот мы в прошлом году с вами по ЕГЭ проговорили, да, и вот такие житейские вещи, скажу, да. Ну, вы людям реально помогли, объясню почему. И мы по ЕГЭ точку поставим жирную сегодня. Я сейчас всё объясню, мне это. Вот, основная проблема была то, что не было возможности просто по-человечески пересдать, да. Люди не сдали, год ждут, на следующий год пересдают, да. Но у нас же есть идеолог, да, поможет президента. Вот я вник в этот вопрос. Я много проработал этот вопрос, да, но на самом деле это большой социальный лифт, очень большой. И даже вот сейчас вопросов с общежитиями, Владимир Владимирович, нет. То есть вот с Екатеринбурга, с Челябинска, с Новосибирска простые люди приезжают, и вопросов, вопросов с общежитиями их нет. Поэтому по ЕГЭ давайте мы точку поставим жирную, жирную, да. У нас министры приходят и уходят, а Фурсенко он будет всегда. Я просто, я в них, да. Владимир Владимирович, второй вопрос. Кого в этот раз награждать будем? В прошлый раз генеральный директор Магнитки получил благодаря вам награду. Нет, Александр Николаевич, вы сами меня заводите. Владимир Владимирович, второй вопрос. Знаете, вот хотел сказать. Я вот Челябинское автомобильное училище закончил, работал помощником ректора Челябинского, Новосибирский институт ФСБ закончил. Я много по регионам делал. Смотрите, как у нас много общего. Я тоже был помощником Ленинградского университета, ректора Ленинградского. Был помощником. Я работал помощником ректора Ленинградского, а потом Петербургского университета. И тоже учился в, потом, или до этого. Учился в специальных учебных заведениях по линии службы безопасности. Мы с вами почти один путь прошли. Ну, мы ещё пройдём. Мы не смешали его. Владимир Владимирович, ну, я, знаете, вот ещё важное про надёжность хотел сказать, да. Вы меня простите, я немножко лично так затрону, да. Почему? Вот мы с Виктором Филипповичем в Магнитогорске сидели, да, Виктор Филиппович, в октябре. И я хотел общаться. Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой Магнитки. Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не соединиться. Видимо, отмечали с командой победу. Не только он, но и, видимо. Владимир Владимирович, и вот я хотел бы сказать про надёжность. Вы меня простите, пожалуйста. Денис Валентинович, простите меня. Я просто, это мое личное мнение, да, это, а то они меня с Сергеем Викторовичем потом подзажмут где-нибудь. Вот смотрите, Владимир Владимирович, у нас есть надёжный, надёжный партнёр. Вы с этим руководителем называете друг друга друзьями, да, он для нас сейчас очень ключевой. Я про Синь Цзиньпиня хотел сказать. Вы своё день рождения с ним встречали, да. Потом, ну это он настоящий ваш друг, да. Я вот, он в ГИМО выступал, да, а я советником у Юрия Викторовича, у Шакова подрабатываю немножко. Я это, был там. На общественных начало? На общественных, на общественных. Нет, Юрий Викторович платить не будет, там только общественные. И, Владимир Владимирович, и знаете, вот я лекцию слушал очень внимательно. И вот я даже не знал, что у Синь Цзиньпиня есть любимая книга, любимая книга и любимый автор. Эта книга называется «Что делать Чернышевского». Значит, и в этой книге, в этой книге, ну главный герой, это юность Синь Цзиньпиня, и в этой книге он описывает, как главный герой спал на холоде, на гвоздях и так далее, и так далее. Там есть прямая речь Синь Цзиньпиня, он сам это рассказывает, и для него этот человек стал примером. Что, Владимир Владимирович, что я сделал? Пока вот РСПП переносилось, переносилось, я нашел книгу вот Чернышевского «Что делать?». Долго искал, я потом расскажу. Самое интересное, что вот печать стоит и дата, когда она зашла в библиотеку. 15 июня, а книга 1953 года. Это день рождения и год рождения Синь Цзиньпиня. Это его любимый автор и любимая книга. Если вдруг... Владимир Владимирович, вы в Китай собираетесь видеть? Владимир Владимирович, я тогда Илья Антон Дуаровичу, Людмиле Сергеевичу передам книгу, ладно? Хорошо. Китай – это сейчас ключевой, ладно? Да, да. А про Эрдогана я говорить ничего не буду. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович. У меня планируется визит в мае. Я обязательно возьму с собой и передам нашему другу эту книгу. Он крепкий руководитель и мужчина настоящий. Да, да, да. Поэтому вот это шутки шутками, но действительно, если это так, он любит книжку, с удовольствием отдам ему.